Да, это джип такой серьезный, хороший, Toyota называется, да, если честно, джип уже стало такое нарицательное имя, хотя на самом деле джип это марка, а это внедорожник, и это большая разница, и пойдем посмотрим на настоящий джип. И вот он этот джип, джип Wrangler Rubicon, и в нем есть одна интересная особенность, он дизельный. А меня зовут Евгений, и давайте посмотрим на эту машину более детально. Это Wrangler 22 года, в комплектации Unlimited, соответственно, это полная комплектация, и у нас здесь жесткая крыша, которая снимается. Снаружи, конечно, такая прям самобытненькая машина, привлекающая внимание, черная, тут красные какие-то вставочки туда-сюда, но это все чуть позже. Давайте сразу откроем капот и посмотрим, чего нам там напихали. Откроем капот, и капот у него здесь открывается. Так вот, раз, прям антивандальная система. Так, не откроешь ее просто так, да? Вот так вот, точно. Вот он капот, волшебная кочерга, которую прям тяжко вытаскивать, она хорошо там сидит. И здесь у нас, как некоторые говорят, развалился V6 двигатель, да. V6 дизель 3 литра, у него 264 лошадиные силы и 599 крутящего момента. Все это работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой, соответственно. Здесь очень так все плотненько скомпоновано. Самое основное, что вам нужно налить воды. Куда налить воды? Не самое удобное место, конечно. Но, как есть, так есть. Если пролили там, ничего страшного, туда все на пол убежит. Бачок, он находится где-то вот в крыле, вон там внизу. Здесь все жидкости можно проверить, все ли у вас налито. Здесь у нас что? Воздухозаборник, соответственно. Вот он, воздушный фильтр стоит. Генератор находится прям высоко, он прям вот он стоит. Это жирнючий плюс на самом деле. Вброд можно ехать, но в рамках, конечно, разумного. Ко всему прочему, мы снимали тоже Wrangler. Он был у нас подзаряжаемый гибрид. Ссылочки будут внизу, он такой красный, сочный был. Тоже кайфовый, безусловно. Что еще тут такого есть интересного? Ну, во-первых, это аккумулятор, да. Он у нас в таком чехольчике, который сшит из ковролина, наверное, не знаю. Шумоизоляция есть. Капот на кочерге. Почему? А потому что капот можно открутить и ехать без капота. Не знаю куда, но в теории так можно сделать. И давайте от подкапотной части мы переместимся все-таки на внешечку данного автомобиля. Ну и то, что касается технических характеристик этого автомобиля. Они вот здесь вот на экране у нас появятся. Соответственно, можно с ними ознакомиться. Давайте, соответственно, начнем с внешней части, а именно вот с морды, так сказать. Во-первых, пластмассовые крылья. Они у нас вынесены как вот отдельно. Здесь у нас есть технологическое отверстие непосредственно такое вот. Бампер, он жесткий пластик, соответственно. В нем есть противотуманные фары. Здесь у нас светодиодная оптика стоит. Здесь такие вот два клыка. По-другому я их назвать не могу. Вот кажется, да, как будто красные клыки тут просто так. Вот так вот, что-то вот краска осталась, решили намазать. А нет, внутри фары вон тоже есть какая-то красненькая штучка. И друг друга дополняют немного. Ну и плюс надпись Рубико. Решетка радиатора скромных размеров, соответственно. Облик у него узнаваемый максимально. Камера кругового обзора у нас стоит спереди. И на секундочку она с омывателем. Практически нулевой, наверное, свес. Здесь можно прям к стене, наверное, подъехать и подниматься наверх практически. Как эти хамеры первые. У него вообще колеса вперед вынесены аж вот сюда. Здесь можно бампер болгаркой отпилить. Ну и примерно так же, короче, делать. Вообще, в принципе, его можно снять. То, что касается передней части. Ну, во-первых, это еще дополнительно капот. На самом деле он вроде и простой, но в то же время на нем очень много интересных деталей. Начиная от именно вот этих вот застежек, продолжая вот этими вот воздухозаборниками. И венец творения – это вот это вот дизайнерское решение, в котором, между прочим, находится форсунка для омывателя стекла. Лобовое стекло здесь мне напоминает галенлаген. Либо возик. Камаз еще, да. Плоское и узкое. Насколько он будет ловить камни, я не знаю. А сбоку, соответственно, нас тут встречает обилие всяких разных таких угловатых форм. Ну и тут, на самом деле, очень классные колеса. Непосредственно само литье и плюс резина. Резина, она МТ, соответственно. У нас пластиковые подкрылки здесь. Дальше, соответственно, у нас там есть пружины, амортизатор стоит. И все это такое прям, ну, серьезно, я бы так это назвал. Проводов сопливых здесь нет, кроме вот этого вот, какого-то вот провода. А, он к туманке идет. Ну, я бы его чем-то, на самом деле, подзаизолировал на всякий случай. Здесь у нас есть такая вот антенна угарная. И дальше, соответственно, он весь разборный. Да. Вот это все пластмасса. Пластмасса пластмассой погоняет. Двери. Можно здесь открутить. Как говорится, есть двери и есть проблемы. Нет двери и нет проблем. А я, походу, прикинь, обманул. Здесь нет камер кругового обзора. Здесь есть камера переднего, так сказать, вида и камера заднего вида. Простите меня, пожалуйста. Бывает. Много интересных линий. Квадратных, но в то же время прикольных. Конкретно квадратный чувак. И он такой прям серьезно брутальный. Ручки неокрашенные, черные. Ну, прям, ну, такие вот, как-то вот это вот. Ну, это, наверное, технологический ход специальный, наверное. Подножки у него, соответственно, нету. Да, и она и не нужна для того, чтобы, так сказать, не скрадывать дорожный просвет вот именно в этой части. Но есть железный порог. Все же пластмассово, а что-то гнить-то должно спустя какое-то время. По задней части у нас есть дверка. Она чуть-чуть меньше, чем передняя дверь. По заднему колесу оно такое же, как и переднее колесо. Здесь у нас, соответственно, пластик. Также амортизатор у нас очень только интересно вынесен вот сюда. То есть он как от заднего фонаря идет. Ну, тут вопрос к инженерам, конечно. Здесь у нас, слава богу, стекло. В том ранглере красном, который мы снимали, у него был мягкий верх. Там это было, ну, короче, не стекло. Ну, и по задней части, соответственно, у нас здесь тоже игра прямыми линиями. Фонари такого, как типа грузового типа, такие квадратные. Они светодиодные. У нас здесь висит запасное колесо. У нас здесь есть камера, и она без омывателя. Передняя камера с омывателем, задняя без. Есть дополнительный стоп-сигнал. Есть красная петля. У нас еще есть внизу, вон, противотуманная фара. Место под фаркоп, розетки. Ну, и эко-дизель написано, чтобы не забывать. На багажнике у нас есть кнопка без ключевого доступа. Он у нас открывается в два приема. Тут сразу же у нас встречают всякие маркировочки, насколько его можно топить, размеры, там, в общем, информация. На досуге почитать можно. Вот эти вот вещи мне вообще прям не понравились. Там мягкий скотч. Нет, их нельзя убрать, потому что они, смотри, вот он вот этим местом вот сюда, вот в этот стык вот сюда вот прилегает. И вот так вот делают. То есть, ну, сделайте вы, блин, какую-то резиночку, я не знаю. Верхняя часть у нас открывается сразу же. Калитку открыли, у нас стекло сразу поднимается, нажимать ничего никуда не надо. И очень это все прям конкретно высоко, головой точно не ударитесь. Багажник. Багажник достаточно большой. У нас тут есть подсветочка, которая позволит осветить темноту этого багажного отсека. Что это вообще такое? Эта сумка специально для крыши. То есть, сюда упаковываются части крыши. Ну, это сервис. Два вот таких вот полозья. Для чего они, я пока плохо понимаю. И еще вот здесь тоже есть полозья. Мы чуть попозже с этим попробуем разобраться. О, у нас есть отсек. Здесь можно хранить что-нибудь. Также по багажнику есть розеточка. А здесь у нас стоит сабвуфер фирмы Alpine. Музычка бах-бах-ва. Ну, тут также еще, да, складывается второй ряд сидений. И сейчас, ну, сложим. Вот так. Слушайте, ну, места-то тут дофига. И причем пол-то реально практически ровный. Чуть-чуть маленечко. Прям есть горка. Ну, вообще не критично. Здесь спать можно вообще. Жень, я проснись. Блин, где я? Пацанчик, кофе дай. В багажнике реально много места. Но я спокойно сюда практически в полный рост вместился. Ну, да, маленько ноги тут болтались. Ну, чуть-чуть поджать. Вообще спать вообще легко. Ну, погнали в салон. По двери. У нас кожа. Здесь у нас все железное. Вот это сеточка. Ручка. Есть электрорегулировка зеркал. И центральный замок. Зеркала тут не сворачиваются. Ну, электрическим методом. Кстати, сидения у нас механические регулировки. Регулировки есть. Залазить сюда. Вообще отлично. Надо настроиться. Так. Поясничный подпор. У нас есть веревка. Для того, чтобы спинку кресла туда-сюда шевелить. И мы готовы посмотреть на все это в деталях. В салоне прикольный. Руль мне очень нравится. Он прям, ну, прям классный. Это полный мультируль. У нас тут есть поворотники. Вот это вот переключатели подрулевые. У нас есть подогрев руля. Подогрев сидений. Система старт-стоп. Аварийка. Тоже есть. Людям надо говорить спасибо на дорогу, когда тебя пропустили. Да-да. Есть такая вот крышечка. Под ней есть USB Type-C AUX. Также есть у нас 4 кнопки AUX. Это для доп. оборудования. Также есть розетка. Есть бардачок. Он двухуровневый. Первый уровень. Второй уровень. Там есть USB-шечка и подсветка. Здесь у нас есть 2 подстаканника. Вот такой вот волшебный ручник. Вот нормальный, человеческий ручник. Я, конечно, не могу привыкнуть вот к этим вот стеклоподъемникам. Они находятся здесь посередине. Как в Логане. Да. Потом, что у нас есть еще? Климатическая система выведена вот сюда. Соответственно, здесь у нас есть кондиционер, печка, понятно. Раздельный климат-контроль. Ко всему прочему, здесь у нас есть внедорожные штуки. Мы можем ехать на заднем приводе. Мы можем ехать на полном. Пониженный также порядок присутствует. Также есть sway-бар. Если я правильно говорю, передний стабилизатор отвязывается и хода подвески увеличиваются. Но я думаю, вот здесь вы сейчас это посмотрите, как это выглядит. Далее. Соответственно, есть кнопочка оффроуд плюс, чтобы были плюсы от оффроуда. Сыпались, как лайки нам на видео, да? Ну вот. Не собаки лайки, а просто лайки. Дальше, соответственно, у нас есть блокировки. Передняя и задняя. Задняя только. И есть кнопочка отключить это все дело. Это у нас дизель. Давайте послушаем, как он работает. Старт-стоп есть. Завелся. Аналоговые шкалы. Соответственно, тут тоже есть посередине дисплей. Он показывает там много всякой разной интересной информации. Также у нас есть вот этот дисплей. Кстати, дисплей очень такой прям отзывчивый. Задняя камера, передняя камера. Можно нажать на кнопочку. Вот тут прям выведено. И передняя камера помоется. И включится еще задний очиститель стекла. Зачем? Не знаю. Когда его здесь отдельно можно включить. Также у нас выведено управление климатом отдельно. Сюда на дисплей можем тут потыкать пальчиками. Но также есть механические кнопки. Это удобно. Мультимедиа, соответственно. Это Bluetooth, пожалуйста. Там AUX флешечку послушать без проблем. Ко всему прочему, у нас такой прям бочонок переключения селектора передач. Ух ты! Как он так это собрался? Уже ехает, да? Есть ручка страха. Пассажир за ней должен держаться. Если начали по ухабам гонять. Бардачок скромных размеров. Там у нас инструкция. В этой комплектации почему-то нет адаптивного круиз-контроля. То есть заглушка на руле есть, а круиз-контроля нет. Гудок есть. Это хорошо. Зеркало у нас обычное. Это не монитор. Соответственно, руль у нас механический. Но гидроусилитель. Ну, тут такой прям приятненький. Здесь управление светом у нас тоже есть. Кнопка передних противотуманных фар присутствует. У нас есть кондиционер. Соответственно, такие вот штучки. Вот такие вот крутящиеся. В разные стороны их можно направлять. Здесь у нас находятся две кнопки. Ну, ассист и сос. Если сломались, нажали ассист. Но не знаю, куда он будет звонить и у кого он будет просить помощи. Да, кстати, в предыдущем Wrangler я упирался головой в крышу, потому что была такая штука натянута. Был там мягкий верх и натяжной потолок такой был. Здесь отформовка прям вообще нормальная. Я сижу, и мне еще тут до крыши прям нормально. Также можно помыть стеклышко. Как поговаривают, здесь снять вот эту переднюю часть крыши достаточно легко. Ну, давайте проверим. Так, надо сначала вот это сделать. Вот эти вот так вот раз. Потом так вот два, три, четыре, пять, шесть. О! Короче, мы делаем вот так. Вот так. Держим это все дело головой. Так. Я разобрал крышу. Ну, и дальше вот эту часть крыши в тот чехол, который в багажнике засунул, и все, и поехал. А ну-ка, собирайте. И она, главное, она легкая. Ну, то есть, прям конкретно она легкая. Так, и что? О! Вот этот вот чпок, чпок, чпок. Все. Ну, и поехали, посмотрим, что у нас сзади. Так. Задняя часть. Давайте сюда. Ой! Маленькая дверочка. Не очень удобно залазить. Ну, ладно. Так. В общем, по задней части. Я вот все, уперся. У меня сидение. Оно никуда не ездит. Ну, как бы отформовочка есть. Здесь капец жесткий пластик. Прям очень... И здесь вот еще какая-то вот есть такая острая штука. Ну, конкретно прям неудобно, если честно. У нас есть подлокотник. Два стаканчика. Сюда что-то еще можно положить. Ну, вот. И, кстати, где вы в бардачках такое видели, а? Такое сидишь, если руки длинные, такой. Хоп! Не такое. Нормально. Так, здесь у нас есть сетка. Сетка-ручка. Над головой место вообще валом. Здесь у нас есть ребро жесткости. Так его можно назвать. За него, кстати, может держаться. И, кстати, тут есть прям такое углубление под руки. Прям удобно. Здесь у нас есть свет. Здесь у нас стоят динамики. Соответственно, дальше для задних пассажиров предусмотрен обдув. Две кнопки открытия задних стекол. Потом два USB и два Type-C. Есть вот такой кармашек. Короче, заднюю часть крыши мы снимать не будем. Вот, ее надо на шестигранниках откручивать. Короче, как открывается эта крыша, вы где-нибудь вот здесь вот увидите. Короче, вы просто представьте, как я сижу без крыши. Ништяк. Вот здесь сейчас появится QR-код. Соответственно, это ссылочка на телеграм-канал компании Prime Import. Все новиночки там находятся, фотографии, что есть в салоне. Если навести на этот QR-код телефоном, вы попадаете в телеграм-канал, где есть вся информация по машинам в пути, в наличии цены. Можете вопросы писать, задавать. Соответственно, вам оперативно ответят. Тачка классная. Серьезно. То есть она прям вот машина для отдыха конкретно. Куда-то где-то погонять, даже в лес куда ему поехать. Там с ее внедорожным арсеналом она заберется вообще нормально. Главное, чтобы ехать чуть быстрее, чем летают комары. И с открытым верхом ехать, чтобы они не догнали. Ну вот, посмотрели мы эту брутальную и интересную машину. Понравилась мне, да. И я хочу поблагодарить компанию Prime Import. Ребята возят машины из Арабских Эмиратов, Америки, Кореи. Компания Prime Import – это люди, те, которые знают толк в своем деле. Машину можно залайкать ее как следует. Прям вот так вот, короче. Поставить колокольчик, вернее, нажать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новинок, видео, которые мы выпускаем. Мы это делаем специально для вас. Ну, а с вами был я, Евгений. И пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok